И начнем уже говорить более детально. Page object. Ребята, мы еще даже не начали как бы вообще делать что-то, и уже сразу перескакиваем на page object. Может быть, мы затронем page object, потому что это тоже важная часть automation, конечно. И вот видите, не надо путать сейчас людей. Давайте начнем по порядку. Давайте начнем с автоматизации. У меня есть презентация на эту тему. Вот сейчас я открываю свой PowerPoint. Скажите, вам всем видно. Вот. Automation Selenium Web Driver. То есть, еще раз. Я считаю, что автоматизация это нужный и очень важный шаг в карьере тестеров. Как бы ваш тайтл ни назывался. Software Engineering Test или у вас есть какая-то там Developer Test или что-то в этом духе. В любом случае автоматизация сейчас востребована на рынке для индустрии. Без нее просто невозможно. Почему? Потому что CI, CD, то есть Continuous Integration, Continuous Delivery, требует постоянной разработки. Постоянная разработка требует постоянного тестирования. Невозможно. Невозможно. 24 часа в сутки никто не сможет повторять одни и те же тесты бесконечно. Мы понимаем, что если сейчас в компаниях разработчики сидят в разных странах мира, они работают как бы действительно работают 24 часа в сутки. И каждый коммит, каждый новый фичер, который они добавляют, ведет к каким-то изменениям. После этого необходимый ран. То есть нужно снова протестировать весь продукт. Называется Regression Testing. Regression Testing это довольно большая и объемная работа, которая иногда занимает неделю в зависимости от самого продукта. И поэтому есть Partial Regression Test. Тем не менее, это скучно, потому что это одни и те же тесты повторяются, должны быть, повторяться бесконечное количество раз после каждого коммита, после каждого добавления. Ни один, наверное, как бы человек не может, то есть и команда тестеров не может обеспечить их исполнение точности и исполнение как бы repetitive, то, что называется repetitive task. Сейчас люди tend to do mistakes, то есть люди ошибаются, люди пытаются как-то сократить свою работу, это нормальное состояние людей, мы все ошибаемся. Поэтому автоматизировать нужно, автоматизировать необходимо, автоматизировать нужно как бы не все, далеко не все. И никогда, никогда не будет стопроцентной автоматизации, безусловно. Поэтому необходимо сначала знать свой продукт, необходимо сначала уметь его тестировать и знать, что автоматизировать. Это такое мое небольшое вступление о том, почему и зачем нам необходима Automation. И почему Automation в современных условиях настолько востребована и настолько действительно играет важную роль. Мы будем строить, еще раз, мы можем долго говорить о автоматизации, и я могу рассказать о Page Object Model, но, наверное, это не имеет, или Page Object Pattern, но, наверное, это не имеет большого значения для тех людей, которые не делали что-то руками, которые сами не попробовали. То есть можно слушать, можно читать, можно смотреть. Это все полезно. Я считаю, наиболее правильный способ – это что-то сделать самим. То есть попробовать, посмотреть, попрактиковаться. И, кроме того, вы можете практиковаться сами. Если у вас есть вопросы, я буду по мере возможности на них стараться ответить после нашего класса. Сегодня наша задача – ознакомиться вообще с этим фреймворком, которым мы сейчас говорим, и посмотреть инсталляцию. То есть, если вы пытаетесь инсталлировать, не советую, потому что вы, может быть, упустите какие-то моменты. У вас будет запись, у вас будет документ, и вы сможете повторить это потом. Сейчас, может быть, посмотрите и задавайте вопросы, если что-то есть. Значит, еще раз, что такое фреймворк, который мы сейчас будем использовать? Ruby, Selenium WebDriver и Cucumbra. Сейчас, как бы, еще раз повторение, почему это очень важно, и зачем нужна automation, насколько это важная часть вашей карьеры. Безусловно, я считаю, что очень важно, потому что, если развиваться как тестеру, необходимо уметь и знать современную технологию. Это современная технология, то есть это уже стандарты современной технологии. Если вы знаете, так сейчас очень популярно в России тоже DevOps, который ставят на поток CICD. Это невозможно без того, чтобы постоянно ранались acceptance test автоматические, regression test или partial regression test, integration test и так далее. То есть все это то, что автоматизируется в первую очередь. Не пытайтесь автоматизировать. Опять же, скажем так, начать с ручного тестирования – это правильный шаг в карьере, потому что важно быть тестером. Для того, чтобы автоматизировать, важно знать, а что же автоматизировать. Попытки автоматизировать все всегда приводят к неудаче. Необходимо автоматизировать только ту часть, которую повторяется многократно, которая действительно, как бы, критично и важна. Не пытайтесь автоматизировать чересчур сложный corner case. Это не для автоматизации. По крайней мере, не для той автоматизации, которую мы сейчас будем проходить. Мы проходим Selenium WebDriver. Это, в общем-то, UI Functional Testing. В общем-то, если вы знаете, что такое UI Functional Testing, то будет вам проще это понять. Если нет, то вы уже, как бы, прошли много классов, так что вы вполне можете знать эту терминологию. Если нет, то спрашивайте. Как мы видим, то, что я вам сказала, there are no need to automate as much as possible. Не пытайтесь это делать. Действительно, Functional Testing – это довольно долгий, скажем так, тест. То есть, он может бежать часами, а может быть и неделями. Поэтому не стоит делать его чересчур тяжелым. Нужно тестировать какой-нибудь user case, end-to-end, что называется. То есть, какую-то feature. Но достаточно, скажем так, то, что бы вы сделали в первую очередь. То, что, как бы вы протестировали аппликейшн, как бы, если бы вам дали и сказали, вам надо пробежать happy pass. Вот этот happy pass, вот этот вот flow будет лучшим кандидатом для автоматизации. Скажем, иногда это действительно может быть пара тест-кейсов. Main feature. Какой-нибудь main feature вашей аппликейшн, без которого ваша аппликейшн просто не имеет смысла. Начните с этого. Затем это можно, естественно, углублять, расширять, увеличивать. Тест-суитс будут расширяться. Но, опять же, не пытайтесь делать их чересчур громоздкими, потому что чересчур громоздкие занимают больше времени. Представьте себе, что вам нужно какую-нибудь sanity automation после, или acceptance test, после каждого коммита. Коммиты происходят часто, да, то есть коммиты в репозиторию, код репозиторий. Мы будем проходить что-то, код репозиторий, буквально через пару минут. Test automation cons, то есть в чем преимущество? Ну, это как бы понятно, правда, что это, то есть в чем недостатки, sorry. То есть мы знаем, что это takes money, правильно? То есть стоит денег, это берет больше skills. То есть вам нужны люди, которые умеют это делать. Такие люди получают больше, такие люди более востребованные на маркете. Естественно, компания это стоит больше. Что еще? Возможно, часто меняется ваша flow, application flow UI, user interface, то, что называется, да, я не знаю, как перевести user interface, но часто меняется сама функциональность или appearances в вашей application, правильно? И automation не понимает таких изменений. Automation будет ломаться. Если поломается один элемент, или добавится один элемент, или берется один элемент, то все, automation не будет работать. То есть это как бы надо будет требовать постоянного переделки, постоянной maintenance, постоянно кто-то должен поддерживать automation. Если у вас еще не установлен какой-то main flow или что-то действительно меняется каждый день, то автоматизировать, наверное, не имеет смысла. Это будет просто трата времени и денег. Теперь мы поговорим про что такое environment for test automation. Что такое environment? То есть это то, из чего, собственно, automation состоит. Это среда. То есть среда может быть совершенно разной. То, что мы используем, это Selenium WebDriver. Selenium WebDriver – это набор APIs или набор libraries, который используется уже много лет. Я знаю, наверное, как минимум лет 7 Selenium WebDriver. Этот тул менялся. Действительно, постоянно происходят какие-то изменения и разработка в этой области. Если мы начинали с… Сейчас Selenium 3 на рынке. Много багов было исправлено в Selenium 3. Много изменений было внесено. Если раньше использовали Selenium IDE, то теперь Selenium IDE как бы тоже не используется. Selenium RC тоже не используется в Selenium 3. Практически остался Selenium Grid. То есть Selenium Grid – это для того, чтобы ранить, то есть executed и ранить – это означает, кто-нибудь может перевести на русский более как бы грамотно. Большое количество машин одновременно, компьютеров и различных веб-браузеров. Различные программные языки. Это может быть Java, это может быть Ruby, это может быть Python. IDE. IDE – это, в принципе, наш редактор, которым мы пользуемся. IDE может быть то, к чему вы привыкли. Допустим, Intelligent IDE. Это как бы мы говорим, если мы сейчас говорим о Java. IntelliJ, Eclipse, Java Beans. Testing Framework. Также для Java используются такие фреймворки, как GUnit, Testing G. Cucumber. Cucumber – очень универсальный, скажем так, как Tool или Framework, который используется со всеми языками и действительно может быть, как бы, скорее не, даже не Framework, как Collaboration Tool. То есть Tool, с помощью которого и тестеры, и, скажем так, Market People могут, то есть Product Owner, с помощью которого могут писать тест-кейсы. Те тест-кейсы, которые им нужны – это Behavior Driven Development. То есть сначала пишем тест-кейсы, те фичеры, которые end-to-end фичер, с точки зрения юзера, то, что нам нужно, потом это автоматизируем. Потом выбираем те сценарии, которые нам нужно автоматизировать. Еще раз, мы посмотрим на это, и нам, может, и сами напишем обязательно, поэтому нам будет это более понятно. Другие Tool, которые можно использовать. Например, Mavin. Опять же, Mavin используется для Java. Если у вас были какие-то вопросы, выполнять и запускать. Прекрасно, замечательно. Вот, я теперь знаю, как говорить execute and run. Test and rhyme with усилением WebDriver. Еще раз, мы говорили, что усиление WebDriver – это очень универсальное. Tool может бежать на разных языках, может быть на Java, это очень распространено. Сейчас у нас популярностью пользуются Python и Ruby. Ruby тоже один из языков, который пользуется популярностью. Я знаю, что в России пользуется популярностью JavaScript, в принципе, здесь тоже. То есть JavaScript, который использовали много лет назад, как бы оказался действительно реальным языком WebDevelopment, и сейчас, по-моему, просто набирает обороты. Окей. Это я забежала немножко вперед. Извиняюсь. Test environment, который мы будем использовать в нашем классе. Selenium WebDriver, то есть то, о чем мы и говорили, замечательный тул. Во-первых, он действительно open source, совершенно бесплатный. Во-вторых, замечательное количество, все возможные информации вы можете собрать. Вы можете изучать его. Ну, как бы я более чем уверена, я знаю, я сама смотрела теторию на русском языке, то есть обучающие видео и на русском языке, и на английском, и много из них бесплатно. Замечательный как бы community. Тоже community это, скажем так, как люди, которые занимаются тем, что они пропагандируют и развивают Selenium WebDriver. Поэтому очень много компаний для веб, веб-отомейшн, для тестирования веб, для оптимизации, тестирования веб-сайтов, используют Selenium, не выдумывая ничего как бы нового. И действительно, скажем так, для functional UI-тестинга это, наверное, лучший тул на сегодняшний день. Language, который мы будем использовать, Ruby. Scripting Language. Почему я предпочитаю Ruby? Потому что, во-первых, он тоже популярен, похож на Python. А во-вторых, легок для понимания начинающим, скажем так. То есть не требует большого усилия для того, чтобы начать на нем писать. Тоже замечательное комьюнити и очень много русского теториала, то есть очень много русских обучающих программ. ID. RubyMine. К сожалению, это not free tool, но у них есть free trial. RubyMine это компания, это ID, что такое ID? Integrated Development Environment. Да, то есть это редактор практически. То есть редактор, то, в чем мы пишем наш код. Это может быть любой редактор. Это может быть даже Notepad. Subline, например, очень популярен. RubyMine не free. Действительно, как бы, компания Jetbrain выпускает его. Та же компания, что делает IntelliJ IDE. Но он очень удобен и очень приятен. У него есть, по-моему, трехмесячный free trial. Потом он работает, по-моему, полчаса. Если вам понравится, если вы захотите продолжать, вы всегда сможете как бы продлить с ними этот контракт. И testing framework Cucumber, он предоставит нам, скажем так, logical structure. Какой-то framework, который тоже необходим, потому что что такое framework? Простыми словами. Это структура. Это позволяет нам лучше понимать логику нашего, как бы, наших скрипта. Это позволяет нам монетабилити, то есть реализабилити. То есть мы не будем повторяться, не будем писать один и тот же код много раз. Нам проще и легче исправлять какие-то вещи, вводить новые какие-то фичур, ошибки, исправлять ошибки, вводить новые фичур, подгружать какие-то дополнительные library to lit. Для всего этого нужен framework. Демо. Демо мы проведем через пару минут, когда начнем. Инсталляцию. Вот. Да, к сожалению, я больше, как бы, поскольку у нас здесь Windows Environment, то демо и инсталляция для Windows машин, если у кого-то Mac, то есть инструкции и для Mac, да, то есть, но, в принципе, мы будем, мы будем, как бы, по крайней мере, я буду делать сетап на Windows машине. И, еще раз, через несколько минут мы этим займемся, потому что я вам покажу, что же мы будем использовать. Мы будем использовать GitHub, Git и GitHub, для того, чтобы, для того, чтобы хранить наш проект. Почему я использую GitHub? Ну, во-первых, потому что все ICD, GitHub, как ремонт репозиторий, да, то есть, как бы, что такое ремонт репозиторий? Кто там может, ага, кто может перевести ремонт репозиторий? А для Linux тоже можно инсталлировать? Ну, конечно же, конечно, можно инсталлировать и для Linux тоже. Все это тулы, которые прекрасно бегут на Windows, на Mac, удаленное хранилище. Замечательно, удаленное хранилище нашего кода. Вот этот URL, это удаленное хранилище нашего кода. Я сейчас помогу его скинуть. Так, для в ваш Skype идемте на любой, открываем в любом браузере, открываем наш GitHub и находим там наш проект. Теперь, ребята, что такое GitHub? Что такое Git и GitHub? это Source Control Tools, то есть Versioning Tools. То есть мы храним там, то есть не только мы, все девелоперы хранят свой код, все девелоперы хранят и проекты в репозитории, или как мне приятно подсказали удаленное хранилище. Да, в удаленном хранилище звучит как-то не очень правильно, но в удаленном репозитории. Почему? Потому что компьютер ненадежен. Наш компьютер может, с ним может случиться все, код бесценен, код должен быть как бы действительно сейф. Версии, все версии, каждый коммит должен быть зафиксирован. В любом случае всегда можно откататься к тому предыдущему коммиту. Видно, кто и что внес изменения в код. Для всего это существует version control tools. Один из них и очень популярный в наше время это git. Что такое git? Это как бы тот сервер, который бежит у вас на вашей личной машине. Для того, чтобы даунлоднуть git, мы с вами пойдем в обычный браузер набираем git download вот первый линк git download Упс, извиняюсь, этому куда-то не туда. Git download вот, пожалуйста, mac, windows и linux. Пожалуйста, тем, у кого не заинсталлирован git на своей машине, нужно скачать git. Тем, у кого git заинсталлирован, это не обязательно. Как мы скачиваем, как проверить, заинсталлирован или нет? Во-первых, мы можем открыть свой command pro или терминал для маков и набрать git minus minus version. Вот такая команда должна дать нам какой-нибудь ответ. Если у нас это заинсталлировано, у нас будет версия. Если не заинсталлировано, то скажет, что команда не найдена. В данном случае уже заинсталлировано, потому что я это раньше делала. Если нет, нажимаем на кнопку download for Windows. Очень просто. Выбираем необходимую нам версию 64-bit EXE. Ждем, пока она будет донладиться. Потом нажимаем на executable файл и инсталируем. То есть все просто, правильно. Вопросов нет. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы гид бежал на нашей локом машине, для того, чтобы мы могли скачивать проекты с гитхаба. скачать гидхаба, нам нужно создать аккаунт. Как создается аккаунт? Очень просто. Join гидхаб, sign up. Самым простым способом. То есть вы вдаёте свой юзерный email, паспорт. у меня уже создан. У меня это уже создано. И есть какое-то количество моих проектов, которые здесь бежат. Нам нужен этот проект. По-моему, я уже ссылку на него давала. Правильно? Здесь есть всё, что связано с нашим проектом, в том числе и Automation Installation Day 1. Собственно, документ, который вам нужен. Вам его можно просто download и следовать той инструкции, которая здесь написана. Если вы не можете его download, я могу вам сейчас бросить этот документ непосредственно в Skype. Пока всё понятно. Portable version или установочную версию? Нужно взять установочную версию, обычную установочную версию. Для того, чтобы вам было попроще следить за тем, что происходит, могу бросить вам просто это в Skype сейчас. Опять же, этот документ есть в GitHub. И никаких проблем с тем, чтобы скачать сей проект не должно быть. После того, как вы нужно посмотреть, что у нас слышно в download у Михаила. да, вот так. Интересно. Куда только что было? А, вот. после того, как вы скачали Git, нужно что нужно? Просто проследовать инструкции. Do you want to this app? Yes. Мы хотим. И следуйте просто дефолт инструкции. То есть инсталляция Git очень просто. use git from windows command prompt. Да. Next. Next. Install. Вот и все. То есть в принципе вся инсталляция занимает несколько минут. Еще раз. У многих это уже проинсталлировано. Для того, чтобы проверить, очень просто. Git minus minus вверх. После того, как вы создали аккаунт на GitHub, после того, как вы скачали Git, да, после этого как вы видите, вам дают даже ознакомиться совсем совсем необходимым. необходимым. Тут их очень много. Не будем читать все релиз notes, которые связаны с Git и GitHub. еще раз, по GitHub очень огромное количество титериал. Все, что вам нужно в данной ситуации, это склонировать проект, склонировать наш проект, который, ссылку, на который я вам ожидала. Это делается очень просто. Вы идете на первую страницу, на первую страницу нашего проекта, который называется Automation New Practical, клон и Download. Все, что вам нужно нажать на этот клиппорт, и проект уже здесь. После этого самый простой способ, как спонировать проект. Создаете новый фолдер, допустим, у вас на декстопе, который будет называться репозиторий, или главное, чтобы вы знали, как это называется. По-моему, я уже создавала несколько проектов у Михаила на компьютере, поэтому я сейчас посмотрю, где же я их создавала, в какой директории. Совершенно неважно, то есть в любой директории, в любой проект может быть RubyMine Project. Окей. Automation. Значит, у нас здесь есть RubyMine Project. Еще раз. Михаил RubyMine Project. Сейчас мы сделаем проще. Copy пас. Прекрасно. Вот здесь у нас директория, где я уже создавала какие-то проекты. Просто для того, чтобы keep it the same place, I will create my project here. То есть я склонирую свой проект сюда же. Еще раз. Все очень просто. Clone Downloads. Нажимаем на клипборд. Идем сюда. После того, как гид у вас заинсталлировался, говорим простая команда git clone и копируем то, что уже было. Ждем, пока происходит это, собственно говоря, клонирование. Да, ждем этого. Если мы сейчас посмотрим ls команду, так, ls не распознается. DIR. Посмотрим команду DIR. Мы видим здесь Automation New Practical. Появился новый фолдер. То есть это наш новый проект. Опять же. So far, so good. То есть какие-нибудь вопросы пока. Если есть вопросы, то задавайте. Получили ли вы инсталляцию. Если мы создадим на гитхабе свой аккаунт, увидим ли мы ваш проект? Конечно. У меня Open Project. Масштаб немного сделайте близ. Масштаб к чего? А вы не могли бы сказать продублировать команды? Конечно. Могу. Какие команды? Все команды у вас есть здесь на документе, который я вам только что собственно говоря кинула. Поэтому я немножко пошла не по порядку. Начала с проекта. Сейчас мы вернемся к инсталляции Ruby. Но вот пожалуйста инсталляция шестым пунктом. Git GitHub. Install Git on Windows. Download. Configuration. Если вы хотите сконфигурировать, это можно делать потом. Git clone здесь не написан, но это простая команда. Сейчас я вам ее напишу в скайпе. Пожалуйста. не могу найти проект и инсталляцию так. Я могу прислать проект еще раз. URL. Простой URL и опять же open source. Все что происходит на GitHub в open source проектах видно всем. Всем у кого есть аккаунты на GitHub. Команда GitClone. Сейчас покажу. Пожалуйста. какие команды мы софордовали? Никаких кроме CD. Я просто перешла в репозиторию. GitClone сейчас. Пожалуйста. На GitHub не нужна авторизация, чтобы клонировать проект? Нет. Еще раз. Open source project в свободном доступе для всех. Проприетери нужно иметь contribution rights. Contribution rights это люди, которые добавили в этот проект. Данный проект open source, поэтому он будет доступен всем. Все ли видят этот проект на GitHub? Скажите пожалуйста, кто не видит? У кого есть и кто создал свои аккаунты? Опять же аккаунт на GitHub создается очень просто. Правильно? Не слышу. Видят ли люди проект? Продолжайте. Все склонировал. Замечательно. Хорошо. Спасибо. Можно продолжать. Собственно говоря, если идти по порядку моего документа, который я только что с вами поширила, если вы его не видите, этот документ, но вы видите проект на GitHub, вот, кроме того, вы его уже склонировали, то есть он уже у вас есть, этот документ, Automation Institution Z1, показываю еще раз, кликайте на него и автоматически все происходит. После этого открываем и следим Protected View. Неважно, для наших целей это не имеет никакого значения. Install Ruby. Поскольку наш проект на Ruby, нам необходим собственно говоря Ruby. Еще раз, для Mac юзеров скорее всего, не скорее всего, а Ruby уже инсталируем by default. Для Windows юзеров проверим, есть ли у нас Ruby здесь. Для этого мы даем команду Ruby minus v. Да, Ruby заинсталирован. Я сама собственно его проинсталировала на предыдущем проекте, но если допустим вы проверили и у вас его нет, команда не найдена, что мы делаем? В данной ситуации как бы то же самое, что мы делали с Git. Мы начинаем его инсталляцию. Все это у вас уже дано. Сейчас я закрою, почему-то у меня много этих версий. Первое не убил ли я нас случайно? Нет. Окей, первое и самое важное. Можете скопировать, можете набрать этот линк сами в любом браузере не имеют большого значения. Это Ruby Downloads. Open Source Community, как я и говорила, очень популярно и развито, в том числе и в России. Совершенно свободный доступ. сейчас уже Ruby 2.4 как бы. Опять же, выбирайте для свою версию, это для Windows, если совершеннейший есть и для Mac, то есть нажимайте, даунлодайте, эксекьютайте. Вся процедура проста, предельно. Здесь мы уже взяли с DevKit. DevKit идет также отдельно. Но опять же, если у нас уже есть DevKit, то нам не нужно будет брать DevKit. Если у вас старая версия Ruby, то рекомендую обновить ее или добавить DevKit. Окей. Что мы будем делать после того, как инсталляция, как Ruby сдаллодится, скажем так по-русски, загрузится, сгрузится, если будем говорить. У вас какие-то все вопросы, пока вопросов нет, прекрасно. Ну, пока мы ждем, пока Ruby мы можем проинсталлировать RubyMine. Это следующий линк будет. Install RubyMine for your machine. Тоже. Копируем линк, идем на в любую правую, открываем, наслаждаемся. RubyMine, download. Пожалуйста. Еще раз, у меня это уже заинсталлировано. У людей, которых нет, очень просто. Нажимаем download. Выбираем Windows, Mac, Linux. Здесь необходимо будет iGrid. Вот у нас как бы нет другого выбора. Необходим будет subscribe. А, subscribe mail. Не обязательно. Окей. Как бы мне unsubscribe. Нет, в принципе, невозможно не subscribe. То есть, даете свой email, subscribe, и вы выбираете trial version. Не буду это делать еще раз, просто по причине того, что это как бы у меня уже сделано. и Михаилпартнов.com прекрасно. Дадим Михаилпартнов версию. Tell me about project. Не надо. Хорошо. В принципе, subscribe не нужен, насколько я знаю. Можно просто download, download, еще раз, iGrid. В общем, да, RubyMine уже это можно omit. Стартуем exe file. Где наш exe Окей. Нажимаем yes. Next. Jetbrain, RubyMine, бла-бла-бла, как бы program files. delete RubyMine cache from the local history. Потому что у меня уже install RubyMine, поэтому он просит меня uninstall сначала. хорошо, для того, чтобы можно показать вам, как бы это сделать, я могу это и uninstall. Хотя это будет, займет несколько, как бы больше времени, чем бы мне хотелось. Program JetBrains is running, close application, cancel. Наверное, не буду делать это, потому что это может занять некоторое время, а у нас ограничено время уже, как бы, скоро 15 минут, то я, в общем, cancel это installation, но вы поняли принцип. Делается, в принципе, все default, делайте default installation, после того, как это закончится, после того, как это закончится, у вас будет, почему именно RubyMine? Потому что, потому что RubyMine для Ruby, а IDE для Java, то есть, так же, как вы и сказали. Да, спасибо за ответ, это правильный ответ. Можно мне скинуть ссылку, ссылку на RubyMine или ссылку для чего? Ссылка на RubyMine, пожалуйста. Download. Еще раз, все ссылки у вас есть в документе. Это для Windows. Если у вас Mac, вы выбираете другую. Пожалуйста. Можно также на Ruby автоматизировать на IntelJ IDEA? Нет, нельзя. IntelJ IDEA предназначена для Java. RubyMine предназначена для Ruby. Есть еще PyChart, по-моему, той же компании JetBrains для Python, для Python, то есть для каждого языка программирования есть свой IDE, свой Tool. И как бы эти методы, собственно, они хороши, что они помогают, очень сильно помогают. Есть дополнительные лайбрии, есть очень много удобных фичер, которые помогают писать код именно на том языке, который вы выбрали для своего проекта. Окей. Давайте посмотрим, что у нас происходит с Ruby. Show in Finder. Одно посмотрим, где же это происходит, это все колдовство. Download. Окей, замечательно. У меня уже несколько этих инсталлеров. Нажимаем на Installer. I accept the license. У нас нет особого выбора в этом вопросе. Нажимаем Next. Инсталируем. Собственно говоря, инсталляция вся проста. Происходит как бы дефолтный, берем дефолтный сетап, дефолтный пресет, то, что рекомендует компания. Не стоит как бы в первом же проекте какие-то делать какие-то свои custom вещи, потому что вы просто как бы может быть еще не настолько хорошо их знаете, во-вторых, может быть просто забудете через пару дней, что же мы сделали там такое интересное. Base installation, system update, what components should we take? возьму совершенно base installation, достаточно для нашего окей, seems to be properly installed, прекрасно, еще раз, в моем случае Ruby уже заинсталировано, ничего не мешает иметь несколько версий Ruby, если вы хотите, ничего не мешает как бы update или delete Ruby после того, как если вы захотите, можете их его, собственно говоря, delete, если вам она не нужна, программа, как бы, опять же, by default на маках всех она уже должна быть. Смотрим, что за вопросы у нас были дальше. Пока у нас инсталлируется RubyMine, у вас, допустим, инсталлируется RubyMine, смотрим, что же было дальше. Инструкции для Ruby. Идем в C, root, там, где инсталляция, собственно, Ruby и происходит обычно, поэтому, чтобы посмотреть, где, пойдем в program files, C, здесь у нас должна быть Ruby, где-то, Windows, смотрим, вот, инсталляция Ruby, происходит прямо в root, поэтому проще, проще всегда найти Ruby из командной строки, когда вы делаете CD, backslash, это приводит вас в командную, в root вашего компьютера, в C-фолдер, и отсюда мы можем проверить все наши файлы, которые лежат, либо команда ls, которая показывает нам лист всех файлов, вот наш Ruby, идем туда, CD, вот мы пришли в директорию Ruby, какие-нибудь вопросы, файл ругается страшно при инсталляции Ruby, ну, вполне может быть, не знаю, все равно будете пересматривать, да, конечно, будете пересматривать, я показываю пока инсталляцию, и все вопросы, которые могут у вас быть, потом вы пересмотрите, и, опять же, тщательно, прочитая документ, повторите все те же шаги, в общем-то, должно все получиться, потому что не вы первые следуете этой инсталляции, не вы первые, и, как бы, люди, которые следовали инструкции, все прекрасно получалось. После того, как мы заинсталлировали Ruby, после того, как мы нашли директорию, в которой она заинсталлировалась, мы берем и исполняем команду Ruby decay.rb init. Installation complete. Замечательно. то, что мы и должны были получить. То есть, наша инсталляция завершена, теперь мы должны дать команду следующую ruby decay.rb install. Окей. Confirm that you have installed correctly. как я уже сказала ruby minus v. Это была неправильная команда, sorry. ruby minus v. Это должно нам дать версию. Ту, которую мы собственно и хотели получить. Ту, которую мы с вами скачали ruby 4.4. Замечательно. В инструкции у вас версия ruby 3.3, но это просто более старая версия. То есть, мы уже взяли более последнюю версию 2.4. теперь у нас остался Cucumber, наш собственно фреймворк и наш замечательный behavior driven development tool. Очень просто команда инсталлировать. Нужны ли вам команды, или у вас уже все окей с этим документом. Я так думаю, что опять же все команды я беру из документа, который у вас уже есть. Если нужны команды, то скажите мне, я могу их повторить у вас. Для того, чтобы заинсталлировать Cucumber, команда jam install Cucumber. Это один из Ruby Jamов. Что такое gems для Ruby? Это то же самое, что jars для Java. То есть, это какие-то файлы, libraries, которые уже содержат какие-то определенные программы, libraries, которые кто-то уже, как я уже сказала, Ruby это open source и очень развитая комьюнити, огромное количество уже reinstall libraries, которыми мы можем пользоваться. Cucumber один из них. Jam install Cucumber. Простая команда. Ждем, пока происходит инсталляция. Один Jam install. Собственно говоря, мы же должны быть готовы к тому, чтобы открыть нашу программу, наш проект, потому что наш RubyMine должен быть готов за то время, которое мы инсталлировали Ruby. Так, RubyMine. Собственно говоря, вся инсталляция уже на этом и закончилась, так что поздравляю, мы прошли самый тяжелый пункт в любом, это setup framework, то есть framework еще не setup, но мы создали environment для нашего framework. Итак, после того, как RubyMine заинсталлировался, у вас должно быть, как бы появиться допустим, я сейчас exit RubyMine, у вас должна появиться как бы какой-то notification, икона, accept, прекрасно, accept, interlicense у нас нет, continuous evaluation, continuous evaluation, мы открываем RubyMine, и здесь у меня уже есть один проект, но я создам другой проект. Знаете, что проект у вас есть, поэтому вам не нужно говорить new, вам нужно сказать open, open project. Open project приведет нас как бы туда, куда мы скачали наш проект с GitHub, MyRubyProject, RubyMineProject, не совсем сейчас вижу то, где мы, окей, Михаил, RubyMine, application, desktop, automation, practicals, ok, ok, сейчас посмотрим, куда же мы скачали наш проект, если нет, то ничего страшного, опять же, в RubyMine есть такой файл, и open URL, то есть мы, во-первых, можем открыть проект на срубе, с GitHub, или мы можем файл, new project, new project создаст нам new project, еще раз, сейчас попробуем посмотреть, куда же мы заинсталлировали предыдущий проект, куда же мы скачали, где же мы склонировали users михаил RubyMine project, прекрасно, automation, practicals, а, ну понятно, automation, new practicals, ql, ok, михаил, RubyMine project, идем в ту директорию, где мы и создали наш проект, то есть файл, open RubyMine project, михаил, RubyMine project, automation, new practicals, это название нашего проекта, open in new window, пожалуйста, мы открыли наш проект, закроем этот, он нам не нужен, readme gemfile, ok, тоже нам пожалуй не нужно, что мы должны увидеть с вами сейчас, какие-нибудь вопросы, похоже, в записи придется повторить, команды нужны, а, что это за команда, угу, пару раз, ребята, ok, без сомнения, в записи можно повторить, сколько раз только вам нужно, кроме того, опять же, у вас есть инструкция, пошаговая инструкция, в данной ситуации я показываю вам то, что вы будете делать, будете делать сами, своими, как бы, руками, лучше всего понимаешь, когда пройдешь это на практике. Мы открыли проект, в котором еще пока ничего нет, все, что я, как бы, заранее создала в этом проекте, я создала те самые, тот самый джемфайл, о котором я, как бы, говорил, преинсталлайбрии, вот уже есть некоторые экстернлайбрии, которые должны быть в любом проекте, в руби-проекте, и драйверс, то есть Selenium 3 требует драйверов для каждого браузера. Если раньше, например, Firefox был дефолт браузер, то теперь необходим Gecko-драйвер, который позволит нам манипулировать браузером Firefox. Использую Chrome-драйвер, потому что на сегодняшний момент Chrome-драйвер наимного лучше как бы работает с Selenium, чем любые другие браузеры. Значит, Chrome-драйвер, естественно, опять же, почему здесь два Chrome-драйвера? Потому что и XE для Windows, и другой драйвер для Mac, то есть один из них работает с Mac, другой работает с Windows. Все эти драйверы вы можете найти, естественно, как бы, опять же, откуда я это взяла. Взяла их в совершенно свободном доступе на интернете великом и могучем. Посмотрим, дала ли я линке. Кажется, дала. Где взять драйверы? You need Chrome-драйвер. Да, пожалуйста. For Windows с InfoMac. Возьмем этот URL, откроем наш любой браузер. Chrome-драйвер. Веб-драйвер for Chrome. Пожалуйста, не путайте драйвера. Действительно, старые драйвера не будут работать с новыми, поэтому очень важно взять правильный драйвер. И поскольку я уже заранее создала проект, то вам не нужно, но если была необходимость, то, естественно, просто идете Google it, даунводите ту версию, которая latest, и будет вам счастье. вопросы пока не вижу. Прекрасно. Еще раз, вся инструкция есть, включая линки на драйвера. Что дальше? Что дальше необходимо нам в проекте? Давайте поговорим немножко про Jam-файлы для того, чтобы Jam-файлы, то есть Jam-файлы это еще раз libraries, которые нам нужны. Для того, чтобы их подгрузить на наш проект, в Ruby используется самая простая команда, то есть две простые команды, скажем так. Jam install bundler. Jam is not in a command. Это интересно, что происходит. команда здесь, я не помню. Нет. Jam-файл окей терминал странно, сейчас попробуем открыть другой проект. Файл open key key A A A Jam что-то раз что-то раз 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 как это сказать раз инсталлировалась в руби мая нужно будет посмотреть что что происходит компьютер не мой а михаила камбер тоже не работает ну-ка попробуем создать новый проект ребята две минуты может быть и стекла и стекло истек срок лайсенса вполне может быть и это шка как бы файл new project собственно вот так просто создать проекты как мы сейчас создали у нас есть а new файл можно создать сначала new directory Features New File Test. Features Jam Install Bundler Разберусь с Rubimai, что происходит, почему сейчас он не рекогнает моей команды, но в этом самом в в нашей в нашем презентации, дальше должны быть инструкции, которые я вам дала по тому, как инсталлировать кукамбер и как его инициализировать сейчас наша сессия все равно скоро закончится давайте закончим нашу презентацию скорее всего Rubimai и стекловерсия и нужно будет мне снова ее пробежать или посмотреть сеттингс в проектах что может занять некоторое время проекты сеттингс смотрится вот здесь Ruby SDK выбран ли правильный Ruby SDK можно добавить например SDK может быть нам нужен окей нет не видит SDK джем файл здесь все в порядке джем лист не распознает команда джем опять же это странно что-то сеттингом посмотрим посмотрю после сессии и пошлю вам проблему которая была пока давайте закончим презентацию которая сейчас у нас есть про гитхаб гит и гитхаб то есть понятно что мы взяли наш проект оттуда понятно что мы его заинсталировали и скачали понятно что мы его открыли но нужно как бы нужно знать как работать с гитом есть небольшой набор команд которые у нас собственно говоря которые используются то есть в гите огромное количество команд но используем мы всего 2 или 3 команды вот как например сейчас мы взяли гит-клон если когда мы будем работать у нас будет несколько бранчей несколько версий то например git check out это означает переключение с бранчей то есть каждый урок я буду складывать код в каком-то новом бранче и можно переключаться между этими бранчами так убежали следующее посмотрите ознакомьтесь с гитом познакомьтесь с гитхатом гитхабом это только будет как бы большой плюс к вашему любому опыту сюда мы будем использовать начнем наш project на следующий на следующий урок по-моему будет во вторник следующий вторник пока нам нужно пройти всего лишь инсталляцию фреймворк о фреймворке проекта значит для чего нужен фреймворк я уже сказала что для того что то есть это большие как бы слова мониторнабилити и юзабилити и скалабилити конфигурабилити аудитабилити большие слова которые если вы поможете с переводом буду признательна что такое мониторнабилити то есть это как бы содержание то есть то что как я уже говорила что код должен каким-то образом быть менеджер то есть мы должны знать где и что лежит даже в нашем фреймворке простом фреймворке есть определенные законы то есть если мы посмотрим на рубимая сейчас то есть например старый проект который я уже писал у нас есть драйверс у нас есть драйверс как бы директория куда где лежат где находятся драйвера для нашего браузера вторая вторая директория это которая должна быть это фичерс фичерс это то что мы собственно говоря пишем наш пишем наш скрипт и пишем руби скрипт скрипты на кукамбери и скрипты на руби нам нужен нужны все лайбрии которые необходимы в данной ситуации да руби руби 2.4 кстати они почему-то почему-то все есть но я не вижу джем джем файл не работает это странно потому что скорее всего просто опять же что-то истекло какой-то экспорейшн и что-то не не включается поэтому я просто разберусь с лайнсенсом и мы посмотрим на следующем уроке как это работает в данной ситуации просто пройдите сквозь инсталляцию второе да мы мы сказали reusability действительно мы можем один и тот же код использовать много раз scalability то есть насколько мы можем делать наш проект большим изменять его configurability то есть наша конфигурация как мы сконфигурировали наш environment все это как бы задача фреймворка auditability то есть keep track контролировать необходимые изменения вносить все все невозможно все бы было невозможно без фреймворка есть какие-то приготовьтесь обслуживание mobility по-моему скромно скор скорее удобства эксплуатации пригодность к обслуживанию jam install bundler терминале ruby mine да я пыталась сделать jam install bundler терминале для чего необходим зачем необходим cdbin скажем так мы можем это делать собственно из нашего проекта наш ruby должен быть работать там но если конечно могу попробовать это сделать никакого никакой проблемы сидит сиди а где наш терминал для чего ничего это если это не а просто и я смотрим что и и это это что так и и и и и и и и странно что это не работает у меня из проекта потому что ее должно работать окей чем install bundler команда бандал и нет а сейчас извиняюсь собственно и нет new gems Затем уже Jaminstall Bundle в терминале RubyMine через консоль Кубины можно прописать пригодность к обслуживанию. Ребята, масштабируем. Расширяемость масштабируем. Спасибо, но не сменили папку. После инсталляции открытия проекта в RubyMine. Как проверил, что все работает и установлено. Строятся проекты в RubyMine. Я вам только что показала, как мы открываем проект в RubyMine. Идем, File, Open, потому что у нас уже есть проект. Идем в ту директорию, куда мы склонировали наш проект. Наш проект называется Automation New Practical. Открываем его. Open a new window. Вот и все. Смотрим, что в терминале мы находимся в правильном месте. Правильно? Вот наш проект. Вот наш терминал. Здесь ли мы? Да. Jam install. Так, почему Jam не распознается отсюда? Понятия не имею сейчас. Опять же, думаю, что есть какая-то проблема, может быть, с Ruby. Сейчас просто нет времени проверять. Ruby прекрасно работает, да. Из директории, куда мы ее инсталлировали. И должно работать как бы. Естественно, это должно работать. Это программный файл. Должен работать везде. Ребята, давайте закончим с презентацией пока, потому что время уже, скажем так, уже немножечко его пересидели. Как проверить? Если вы открыли, если у вас есть... О, окей. А, мне кажется, да, я поняла. Надо кликнуть на Ruby и сказать Apply. Вот и все. Окей. И сказать окей. Поскольку мы поменяли наш Ruby, то поэтому он его не видит. Теперь делаем то же самое. Jam install.bundle. Опять не видит. И... Угу. Повторите, пожалуйста, почему именно Ruby для уроков, а не Java. Потому что я считаю, что это будет проще. Просто построить проект from scratch. То есть начать проект с нуля. И... Сам язык... Не все знают Java. Если вы знаете Java, конечно, это хорошо. Но я думаю, что не все, которые... Те, кто в классе знают Java. Если вам удобнее на Java, вы можете писать и на Java. Для людей, которые не знают никакого языка, Ruby будет более понятен. Вот и все. Кроме того, опять же, никогда нельзя будет угадать с языком. Кому-то нравится JavaScript, кому-то Java, кому-то Ruby, кому-то Python. Поэтому... В данной ситуации мы выбрали Ruby. Окей. Идем дальше. И... Спасибо большое с переводом. Мне это очень полезно. Я попытаюсь как бы запомнить масштабируемость. Масштабируемость проекта. Скалабилити, да. Аудитабилити. Расширяемость. Удобство эксплуатации. Кукамбер. Кукамбер проект. Это то, что дает нам нашу структуру. То, что нам дает то, о чем мы говорили. То, что дает нам наш фреймворк. Это фичерс, это суппорт. Это необходимые... Лайбрис, которые мы будем использовать. Кукамбер один из них. Да, то есть один из файбрис. Как выглядит обычно проект кукамбери? В принципе, вот как бы все фичерс файл, которые мы видим, они обычные текстовые файлы, которые мы с вами напишем на следующем уроке. Кукамбер простой язык. Понятен всем. В принципе, язык используют геркин. Геркин – это как бы отдельный лэнгвич, который учить особо мы не должны, потому что все, что мы используем, это given, when, then, and, but. Это ключевые слова, с которых начинается как бы сценарий. Опять же, когда мы напишем, это будет понятно. Сценарии написаны простым языком, такие как простой экземпл. Feature. As a user, I want to convert units. То есть, я хочу что-то сделать как юзер. When I tap on menu icon, I should see, тут пропущено слово, see, see left-side menu. Yeah. Given I land on home screen, when I press on menu icon, I should see left-side menu. Все очень просто. Другой сценарию, скажем, I should be able to open my conversion screen. Given I land on home screen, I press on menu icon, I press on my conversion button. То есть, это настоящий сценарий, который я взяла с какого-то своего проекта, просто скопировала сюда, и как бы понятно, должно быть понятно всем. Естественно, пишется по-английски. Не знаю, есть ли Cucumber по-русски, но думаю, что это и не нужно, хотя, как бы, вы можете прогуглить и посмотреть, есть или нет. Очень подходит под agile-type проекты. Что такое agile, да. То есть, уже говорили об этом, наверное, много раз, когда мы проходили CICD. Что такое agile-манифест. То есть, это что-то, как бы, четыре принципа, четыре главных принципа agile-манифеста, которые мне всегда очень нравятся. Поэтому я их всегда привожу. Что мы value individuals and interaction over processes and tools. То есть, мы наши, как бы, interaction с людьми через различные тулы и процессы. Working software over processes and documentation. Working software. Немножко, как бы, да, несколько строчек working code намного более важно, чем любые тысячи pages документации. То есть, тысячи листов документации, которые не принесут никаких доходов. То есть, действительно, что принесет доход продажи документации или продажи реально работающего софтуера. По-моему, и понятен ответ. Consumer collaboration over contract negotiation. Collaboration с customer. То есть, выслушивание их. Принимание во внимание желаний. Намного важно, чем контракты подписаны или не подписаны. Тем не менее, контракты не всегда, не всегда сам юзер знает, что он хотел. И то, что он хотел вначале, совсем не то, что он будет. То есть, реальная работа. Это всегда работа, всегда желание двух сторон договориться. Нужно всегда и всегда быть готовыми к любым изменениям. Это и есть, как бы, agile. И Cucumber – это тул, который используется при agile методологии, agile разработках. Так, я уже ответила на этот вопрос. Как бы interview question. What language Cucumber is using? Кто запомнил? Кто знает? Может быть, кто-то знает. Gurkin. Gurkin. Да, правильно. Почти правильно. Tool. Инструмент. Да, замечательно. Спасибо. Auditability – неширяемость, и это пригодность к аудиту. Спасибо. Да, я поняла, что масштабируемость – это scalability, а auditability – это пригодность к аудиту. Я по-немецки. Что-то? Gurkin. Прекрасно. Хорошо. По-немецки тоже замечательно. Ага, ясно. GECA. Не совсем, но похоже. GECA – это что? Ответ на сей вопрос. What language Cucumber is using? GURkin. Да. Тот язык, который, еще раз, как бы из его синтаксиса мы берем given, when, then, and. Есть еще but. В принципе, эти слова не имеют, как бы, значения. Они просто ключевые слова, которые говорят к кукамберу, что после этого идет regular expression. Ребята, уже делается немножечко тут как бы много народу, немножко шумно, поэтому нам пора заканчивать. Вы прочитаете эту презентацию, и мы продолжим ее на следующем уроке. Я обязательно поделюсь с вами презентацией прямо сейчас. и GECA, ядро. Ядро чего? Хорошая, как бы, мысль. И еще раз, пройдите сквозь инсталляцию, запустите, посмотрю, что не работает сейчас конкретно у Михаила Петровича, и напишу вам, в чем была проблема. А, окей, ядро браузер, прекрасно, найдем презентацию, инсталляцию вы уже знаете, где взять, и я с вами, с вами ей поделилась, закрою наше все, потому что его здесь было много, и поделюсь с вами презентацией. Окей, инсталляцию не надо, правильно? То есть инсталляцию у вас уже есть. Опять же, самое главное, URL на GitHub. Создайте все аккаунты на GitHub, в любом случае это полезно. Все проекты на GitHub open source, и их там огромное количество. Сколько потеряется. Окей, если есть какие-то вопросы, отвечу прямо сейчас. Михаилович, мы еще будем, у нас еще будет два урока. Надеюсь, что у всех получится инсталляция, надеюсь, вам понравится, вам понравилось. Опять же, напишу, если, как бы, постараюсь прямо сейчас, в чем проблема. Если нет, разберем на следующем уроке. Окей, замечательно, я рада, что всем понравилось. Всего доброго, до свидания, буду рада, как бы, с вами встретиться еще раз. До следующего, до вторника пока. Всего доброго, спасибо большое, вам тоже спасибо. Все было прекрасно. Я закончаю.